Здравствуйте! Сегодня мы продолжим знакомиться с книгами, авторами и их судьбами. А начну я с цитаты. Наш великий классик Федор Михайлович Достоевский сказал, если человечество позовут на страшный суд, то в свое оправдание ему достаточно будет предоставить только одну единственную книгу, Дон Кихот, Сервантеса, чтобы все человеческие грехи были отпущены. Да, речь пойдет об авторе бессмертного произведения, романе о хитроумном Эдальго Дон Кихоте Ломанческом, великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Саведро. Человек, которого называют рыцарем золотого века. Человек, биография и судьба которого также интересна, как и его великое произведение. Сам Сервантес говорит словами своего героя Дон Кихота. Я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить в нем золотой. Испания середины 16 века была огромной колониальной державой. Вспомните испанских конкистадоров, которые завоевали богатейшие земли Америки. Но несмотря на свое влияние, несмотря на свои размеры, экономическое развитие было не на высоте. Кратковременный рост больших городов, тяжелое положение крестьянство и беспощадная инквизиция, все это не давало, не помогало развитию в Испании гуманистической философии, которая уже набрала свои обороты в других странах Европы. Но несмотря на все сложности, это, как это ни странно, не помешало развитию литературы. И именно в творчестве Сервантеса литература испанского возрождения достигла своего апогея, поднялась на небывалую высоту. Мигель де Сервантес Саведро родился в конце сентября 1547 года в Испании, в небольшом костильском городке Алькало де Энарес, в обедневшей дворянской семье. Его отец Идальго, а значит человек благородного происхождения, Родриго де Сервантес, работал братобреем, костоправым, медиком, лекарем. Мать была тоже дочерью разоревшегося дворянина, звали ее Донья Леонор де Картина. В семье было семеро детей, и на самом деле о первых годах жизни будущего писателя информации сохранилось очень и очень мало. Известно только, что мальчик учился в разных школах, потому что семье приходилось переезжать с места на место. И по одной из версий в молодости он учился у иезуитов в Севилье, по другой он закончил университет. Была также история, по свидетельству которой Мигель де Сервантес стал случайным участником дуэли со знатным испанским дворянином, которого ранил и вынужден был бежать. Так это или не так, может быть желание сделать карьеру, как многие испанцы его возраста. Но, тем не менее, он уезжает в Италию. В Италию он уезжает в 1568 году и начинает самостоятельную жизнь. Он служит у знаменитого кардинала Аквавивы. А через какое-то время, в 1570 году, он поступает солдатом в испанские войска, который находится в тот момент в Неаполе и становится морским пехотинцем. Через год он поступает на борт галеры Маркиза. И здесь начинается самое интересное. 7 октября 1571 года произошло самое грандиозное морское сражение XVI века. Битва при Лепата. Союзный флот Священной Лиги, в который на тот момент входили папские войска, Мальтийский орден, Венеция, Генуя, Тосканское и Парманское герцогство. И этот союзный флот сокрушил флот Османской империи. Галера Маркиза участвовала в этом сражении. И хотя на момент начала битвы Сервантес был болен, у него была лихорадка, но тем не менее он рьяно вступает в бой. Он сражается с неприятелем, участвует в битве на палубе своего корабля. Его трижды ранили из огнестрельного оружия. Две пули пришлись ему в грудь, а одна попала в левую руку. И вот это ранение левой руки сделало его коллегой на всю жизнь. Подвижность руки пропала. В своем первом произведении, которое называлось Галатея, он позже напишет «Я потерял движение левой руки во славу правой». Сервантес гордился тем, что принял участие в судьбоносном для Европы сражении. И несмотря на ранения, он не покидает флот. Мигель участвует в экспедициях на Корфу и в Наварина. Он был свидетелем захвата Туниса. А в сентябре 1575 года, возвращаясь из Неаполя на борту Галеры Солнца, при подходе к каталонскому берегу. Судно атакуют алжирские пираты. Те, кто остался жив, они забирают в плен, в Алжир. Дело осложнилось еще и тем, что при Сервантесе находились рекомендательные письма, написанные герцогом НДСС для испанского короля, в которых он рекомендует Сервантеса, хвалит его, описывает его боевые подвиги, заслуги для того, чтобы помочь Мигелю подняться по службе. Эти письма стали для него наказанием. Сервантес находился в рабстве более пяти лет и подвергался бесконечным пыткам. Четырежды пытался сбежать, но его всегда возвращали. Единственное, что оставило ему жизнь, единственное, что спасло его от смерти или жестокой расправы, стала жадность пиратов. Дело в том, что, прочитав рекомендательные письма, они принимают его за важную персону. И они затребовали у его родителей, у его семьи непомерно высокий выкуп за его жизнь, за его голову. Сумма выкупа составляла 500 золотых эскуда. Поэтому лишь в 1580 году родители, продав все, что у них было, сумели договориться с правителем Алжира Гасаном Пашой, и выкупили Мигеля и его брата Родриго за 3300 реалов. Конечно же, и плен, и пытки не прошли для писателя бесследно. Все это очень сильно отразилось не только на его биографии, но и нашло свое отражение в его творчестве. Вспомните рассказ пленника в Дон Кихоте. Или есть у него пьесы, которые называются «Подземелье Алжира» и «Жизнь в Алжире». Все это мог написать только человек, который сам пережил эти ужасы. Тема свободы и рабства прослеживается сполна и раскрывается в его исторической, героической трагедии Нумансия. После плена он снова отправляется служить. Теперь уже в Португалию. После Португалии пробует себя в поэзии, так как еще в плену он начал писать стихи и пьесы. И, что интересно, первое вознаграждение за литературные труды он получил как победитель Сараготского состязания поэтов. Наградой стали три серебряных ложки. Конечно же, нельзя было жить на такую премию. Он много работает. По приказу короля он снова уезжает в Алжир. На этот раз все благополучно. Затем он переезжает в Севилью, где начинает заниматься делами флота. Сервантес работает агентом по закупкам для испанского флота. И однажды он оставляет довольно крупную сумму, которая предполагалась на экипировку кораблей, забывает ее у банкира, который оказался не чист на руку. Банкир просто потратил эти деньги, тем самым подставив Сервантеса, которого обвинили в растрате и посадили на несколько месяцев в тюрьму. После заключения он думал перевестись в Америку и в Новый свет и даже подавал прошение, но этого не случилось. В 1584 году Сервантес наконец-то женится. Его женой стала 19-летняя испанка Каталина де Саласар и Паласиас, брак с которой немножко поправил его материальное положение. Но семейная жизнь не была счастливой. Мигель долгие годы живет вдали от жены. У Сервантеса также была внебрачная дочь. Это единственный его ребенок, рожденная вне брака дочь Изабель. Примерно через пять лет после свадьбы его жена Каталина постриглась в монахини. А сам он в 1585 году выпускает первую книгу. Это Галатея. Затем выходит еще несколько драматических пьес, трагедий, интермедий, комедий. Но все они не приносят ему ни славы, ни денег. Сервантес переезжает в Кастильский город Вильедолит. Он занимается мелкими частными делами, которые не приносят ему особого дохода. Но все чаще и чаще вокруг денег складывается неприятная ситуация. И он снова попадает в тюрьму. Именно там ему приходит идея написать пародию на рыцарский роман. Так, после многочисленных испытаний, которые выпадают на долю Сервантеса, в 1604 году свет увидела первая часть романа «Хитроумная идальга. Дон Кихот Ломанческий». Книга произвела фурор. В 1605 году, поступив в продажу, в Мадриде роман сделал своего автора невероятно популярным не только в Испании, но и далеко за ее пределами. При этом никак не улучшив материального положения автора. Сервантес с 1608 года переезжает в Мадрид и уже постоянно живет в этом городе, полностью посвятив себя литературе. Из-под его пера выходит поэма «Путешествие на Парнас» и роман «Перселес и Сихизмунда». В 1613 году он выпускает сборник из 12 новелл. Это был труд, который был очень важен для автора. И после выхода первой части «Дон Кихота» он вложил в него весь свой талант, всю свою любовь к итальянской литературе, все свои знания. И в предисловии к этой книге говорилось о том, что автор планирует выпустить вторую часть полюбившегося всем романа о Дон Кихоте. Своего рода это была первая в истории литературы реклама. Но через непродолжительное время неизвестный автор опубликовал роман, который назвал продолжением романа о Дон Кихоте. Этот лжекихот смехался над самим Сервантесом и над его произведением. Это событие заставило Сервантеса ускорить темпы написания второй части. И в 1615 году в свет выходит второй том. Прославленный роман хитроумный «Идальга» Дон Кихотломанческий — это огромный вклад в мировую литературу, в мировую культуру. Но несмотря на свое признание, на его популярность, он так и не позволил Сервантесу разбогатеть и даже хоть немного улучшить свое материальное положение. В 1609 году Мигель де Сервантес становится членом братства рабов Святейшего Причастия. Позже он вступает в полумонашеское братство мирян. За несколько дней до смерти он подстригся в монахи. Умер Мигель де Сервантес 23 апреля 1616 года в Мадриде. Самое интересное, что в этот же день, в этом же году, умер и другой великий писатель Уильям Шекспир. Место захоронения великого испанца долгое время оставалось загадкой. И лишь в 2014 году археологами были обнаружены и перезахоронены останки де Сервантеса. Роман о Дон Кихоте был переведен на многие языки мира и занимает второе место по объему общему мирового тиража после Библии. В 2002 году по просьбе Норвежского книжного клуба писатели из 54 стран мира выбрали 100 наиболее значимых книг всех времен и народов, которые когда-либо были написаны. Проект назывался «Всемирная библиотека». И книги в нем не разделялись по значимости. Исключение составила лишь книга о Дон Кихоте. Роман признали романом всех времен и народов. Ницше называл Дон Кихота самой горькой из книг и говорил, что все, что есть серьезного и страстного в человеке, все, что вызывает к человеческому сердцу, все это проявление Дон Кихотства. Но не все и не всегда восхищались романом. Набоков считал героев романа неостроумными, грязными и придурковатыми. И говорил, что считать этот роман величайшим полная чушь. Примечательна статья Ивана Сергеевича Тургенева, которая называется «Гамлет и Дон Кихот». Также очень рекомендую прочитать роман Броно Франко, который так и называется «Сервантес». Есть прекрасные иллюстрации к этому произведению, сделанные Саввой Бродским. Они просто потрясающие. Тоже найдите, обязательно посмотрите. Это невероятный Дон Кихот и очень запоминающийся Сан-Чапанца. Читайте хорошие книги и оставайтесь с нами.